Мы продолжаем с вами изучение арабского языка и у нас очередной урок. Сегодня мы разберуем с вами три предложения и повторим те темы, которые у нас были до этого. У нас три новых слова. Это слово «расэмэ», «рисээлэтэн» и «руфуф». «Расэмэ» переводится как «рисовать», или, точнее, «он нарисовал». Слово «рисээлэтэн» или «рисээлэ» переводится как «письмо». И это видно на картинке. И слово «руфуф» переводится как «полки» от слова «раф», которое было у нас уже на предыдущем уроке. Итак, перейдем к предложениям. Первое предложение. Расэмэ Юсуфу аляссаббурати. Расэмэ Юсуфу. Юсуф – это имя. Юсуф нарисовал. Аля. Предлаг на. Ассаббурати. Саббура – это доска. Аляссаббурати. То есть, помним, у нас после аля слова приходят в положение джар. Признаков которых, признаков таких слов, да, этого положения, в таком положении будет кастр. Признаков этого положения у слов основным признаком будет кастр. Значит, аляссабурати. При чтении аля мы не читаем, да, сокращаем мат до гласовки. Так как у нас здесь хамстальвосаль и лям не читается, и читаем букву си. Аляссабурати. Расэмэ Юсуфу аляссабурати. Юсуф нарисовал на доске. Это глагол росэмэ. Вы можете проспрягать его в прошедшем времени для единственного числа, как мы раньше с вами уже учили. Расэмэ, росэмэт, росэмту, росэмта, росэмти, да, и потренироваться. Следующее предложение. Кэтэбэт. Фэлтэмэту рисээлэтэн. Кэтэбэт, мы видим глагол, вот, при спряжении добавился, добавился харфтэ к окончании, да. То есть понимаем, что это она, да, написала. И здесь уже есть имя фэлтэмэту. Написала фэлтэмэ. И помните, на прошлом уроке тоже вам говорила о том, что главный член предложения, как правило, имеет данму. Здесь Юсуфу, фэлтэмэту. Да, вот как раз это здесь видно. То есть фэлтэмэ, сделала это действие, написала, да, что рисээлэтэн. И прямое дополнение, письмо, да, какое-то письмо написала. В прямом дополнении, как правило, мы видим в конце фатхи. То есть написала фэлтэмэ, письмо. Кэтэбэт. Фэлтэмэту рисээлэтэн. Тамарпута при остановке у нас читается как хэ. Да, поэтому, например, кэтэбэт. Фэлтэмэту рисээлэ. Или часто мы видим имена женские, да, вот фэлтэмэту, может, не так часто услышите. А вот фэлтэмэ, да, то есть, получается, вот это тэ не читается, а произносится как буквы хэ. Вот, а уже в таком диалектном варианте, в более упрощенном, даже ее, в принципе, не слышно. Да, и говорят, фэлтэмэ, как будто ее там и нет в этой буквы. Переходим к третьему предложению. Аль-кутубу аля руфу фильмактабати. Аль-кутубу аля руфу фильмактабати. То есть, книги, обратите внимание, здесь аль-кутубу, это множественное число от слова китэб. От слова китэб. И у нас есть множественные числа правильные для мужского рода, есть множественные числа правильные для женского рода, то есть, определенные правила есть построения, а есть множественное число, ломанное или неправильное. Эти формы нужно просто запоминать. Аль-кутубу, то есть, кутубу, это, по сути, неправильное, множественное, его нужно запомнить. Для таких слов советую вам, когда вы заводите словарик, ну, такой самый элементарный, конечно, можно сделать усложненный словарик, там, разговорить по очень разным пунктам, но если вот такой самый начинающий, можно сделать из трех столбиков, где вы сделаете, например, на арабском справа, на русском слева, там, перевод себе какое-то объяснение, и посерединке оставить или формы глагола, которые там, если это глагол, будут особые, добавлять будете, или если это имя существительное, например, множественное число, или имя просто, потому что, например, прилагательные тоже могут иметь разные формы. То есть, для того, чтобы эти слова тоже заучивать. То есть, аль-кутубу, книга, аль-кутубу, книги, да, то есть, альф забирается, а голосовки поменялись. Аля руфуфильмактабати. Аля, да, то есть, на руфуфи, полке, или полках, вернее, потому что руфуф, это множественное число, на полках аль-мактабати, книжного шкафа. Помним, аль-мактаба, это библиотека или книжный шкаф. Аль-кутубу аля руфуфильмактабати. Таким образом, мы с вами разобрали три этих предложения, и на следующий раз, сначала, завершим эту часть урока по книге. По сути, у нас здесь было с вами повторение, несколько новых слов. И обращайте особое внимание на вот эти грамматические моменты, то есть, когда-то больше грамматических моментов, когда-то лексики. И повторяя, да, и порой бывает слов практически новых нету, зато есть грамматические какие-то моменты, которые нужно выучить. Или наоборот, да, и такой получается баланс. Поэтому не откладывайте, повторяйте, возвращайтесь к предыдущим уже предложениям, да, уже с как бы видением каких-то новых нюансов, да, и уже рассматривайте то, что прошли под другим углом, да, как бы более углублённо, да, смотря на огласовки, размышляя, почему здесь то или иное, например, правило. На этом закончим наш урок небольшой. Встретимся, иншал, на следующем уроке. Благодарю вас, что изучаете арабский язык со мной. Баракаллаху фейкум. Ассаламу алейкум. Варахматуллахи в баракатах. Ассаламу алейкум. Варахматуллахи в баракатах. Ассаламу алейкум.